МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфликт исчерпан. Клиенты управления жильем Благовещенска с апреля будут получать только одну квитанцию. Ноль внимания! В Благовещенске выросло число ДТП с пострадавшими пешеходами. В Таиланд на Амурской Пазенде. Наш корреспондент узнал секреты подготовки огорода к дачному сезону. Горячее железо на страже стройности. В Благовещенске набирает популярность новый способ похудеть. Об этом и не только расскажем уже через несколько секунд. Добрый вечер! Вы смотрите новости информационного агентства «Город» в студии Елена Хохулина. И к первой теме. Первый запуск с космодрома «Восточно» состоится 27 апреля. Дату выбрала государственная комиссия. «Союз-2-1А» отправится в космос в 11 часов 1 минуту по амурскому времени. Ракета-носитель выведет на орбиту аппараты «Аист-2Д» и «Михайло Ломоносов», а также наноспутник «Сэмсэ-218». Первый запуск космического корабля с экипажем с «Восточного» запланирован на 2023 год. Тем временем Благовещенский судостроительный завод получил заказ на изготовление металлоконструкции для космодрома. Сумма контракта составляет около 11 миллионов рублей. Специалистам завода предстоит изготовить пять емкостей под топливо – три по тысяче кубометров и две по 25. Эта работа стала первым относительно крупным заказом на заводе для стройки космодрома. В истории с двойными квитанциями поставлена точка. Почти трём тысячам абонентов управления жильем Благовещенска, что с декабря получают сразу два квитка, в апреле придет один с актуальными начислениями. Такое заявление сделали работники АКС. Как им удалось договориться со скандальной управляйкой, сейчас расскажем. Ну вот я их подписываю, липовые. Идут двойным стандартом. В один месяц приходят две квитанции от одной компании, следом от другой. Липовыми квитанциями в Маховой может похвастать каждый. Вот только одни собственники считают таковыми квитки от управления жильем Благовещенска, другие – платежки Благовещенского РКЦ. Кому платить, каждый решил сам. Платили мы, платили РКЦ Амур. Там долгов нет, там все оплачено день в день. А на колени на 52 идут все время с какими-то непонятными большими цифрами, со штрафами. Чувствовать себя должником, когда ты оплатил все, очень неприятно. Не меньше двойных квитанций надоела переголосовка. УК раз пять объявляла о смене названия с управления жильем на УЖБ и дальше. И просила собственников избрать себя снова. Таким образом, она уходит от оплаты ресурса, догадался кое-кто из жильцов. Сообща решили, надо завести свою управляйку. Вся Маховая Патт решила создать свою компанию, которая, как говорится, прозрачная. Мы ее видим, за что платим, и где, и как мы можем разобраться по каждой цифре. С цифрами, что уже выставлены, собственники решили поступить жестко, а спорить в суде. Хотя это может и не понадобиться вовсе. АКС объявили, сука, удалось наладить диалог. Не имея договора на поставку ресурса, она больше не будет выставлять за него счета. Все, что задолжала, управляйка вернет. А еще предоставит данные об исправно плативших абонентах. Потребители, которые оплачивали в УЖБ, они нам, долги им выставляться не будут. Но те потребители, конечно, которые не оплачивали ни АКС через квитанции благ РКЦ, ни управляющие компании, конечно, долги будут взыскиваться. Вопросы по начислениям можно задать в РКЦ и самой УК. Ее подход к вопросу изменился радикально, считают в АКС, благодаря новому руководителю. Общаться с прессой лично он не желает, но по телефону заверил. Помочь собственникам теперь готовы и в самой управляйке. Мы на следующий день договорились с РКЦ, что у нас будет человек сидеть по сверке всех квитанций. Мы специально даем кабинет. Сделать сверочку, хоть в управляющей компании, хоть в РКЦ. Новый офис УК на Релочном-3. Вывески нет, но там ждут потребителей. На Калинина-52 для них открыли специальное окно. Номер 4. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин, программа «Город». И к другим темам. С начала года под колеса авто попали 35 благовещенцев. Пострадавших на 10 человек больше, чем год назад. Инспекторы ГИБДД вышли в очередной масштабный рейд, чтобы напомнить всем участникам движения, что дорога – место повышенной опасности. Перекресток улиц Ленина и Пушкина часто мелькает в сводках ДТП, поэтому инспекторы отправились сюда в первую очередь. Нарушителя долго ждать не пришлось. Машина подрезает маму с ребенком. На зебре, на глазах полицейских. За рулем – автоледи цыганской внешности. На ломаном русском объяснила – сильно спешит. Пришлось задержаться для составления протокола. Итог – штраф полторы тысячи рублей. В ходе рейда 60 инспекторов охватили два десятка наиболее опасных перекрестков и пешеходных переходов. 12 водителей оштрафовали. 32 ДТП и 35 пострадавших за три месяца этого года – антирекорд последних лет. При этом большинства аварий можно было бы избежать. Будут люди чуть внимательнее. Пример – ДТП в районе пересечения улиц Ленина и Калинина. При повороте направо водитель автомобиля не пропустил женщину 47-го года, которая шла на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил на нее наезд. В результате женщина с травмами была доставлена в лечебное учреждение. То есть при повороте направо данному водителю прекрасно было все видно. Но по какой-то причине он отлегся на что-то постороннее и к чему способствовало совершение ДТП. Пешеходы тоже игнорируют правила. Яркий пример – улица Институтская, район общежитий Амгу. До зебры и светофора несколько десятков шагов. Но пара спешит по диагонали, прямо по дороге, на перерез машинам. Штраф 500 рублей. За переход дороги в неположенном месте за один только вечер наказали 60 благовещенцев. Лишать лицензии фирмы такси, чьи водители были задержаны в состоянии наркотического опьянения. Такое предложение после доклада наркополицейских на координационном совете выдвинула мэр Благовещенска Валентина Калита. Сотрудники наркоконтроля доложили, из 248 административных протоколов в прошлом году 115 составили на водителей. Большая часть из них – работники такси. Я думаю, что раза два объявить, в каком такси сегодня можно встретиться с таким водителем. Я думаю, сразу такси это очень оперативно изменит и свою работу, и людей будет подбирать качественнее. Наркоситуация в столице Преамурия оценивается как тяжелая, но не критическая. На 100 тысяч населения в Благовещенске 262 наркозависимых. Это меньше, чем в среднем по области. Почти половина из тех, на кого заведены уголовные дела – молодежь от 18 до 29 лет. Мэр города дала поручение начальнику управления по делам молодежи взять этот вопрос на контроль. От укуса клещей за последнюю неделю пострадали два амурчанина. По подсчетам специалистов Роспотребнадзора, распространенность насекомых в южных районах сегодня достигает 65 особей на километр пути. А пик их активности наступит в мае-июне. К этому времени специалисты планируют провести окорицидную обработку 260 гектаров зеленых зон, территорий вблизи загородных лагерей и кладбищ. Однако выезжающим за город следует соблюдать все меры предосторожности. Носить закрытую одежду, высокие сапоги, пользоваться репеллентами. А лучше сделать прививку от клещевого энцефалита. Вообще у нас прививки ставятся круглогодично против клещевого энцефалита. Это единственная, сейчас, конечно, будет применяться уже экстренная схема, когда интервал между прививками от 30 до 14 дней. Но необходимо помнить, что на выработку иммунитета необходимо время. Избегать посещения лесов необходимо в течение двух недель после повторной прививки. Именно столько организм будет вырабатывать антитела, готовые противостоять энцефалиту. В прошлом году им заразились четверо мурчан, в том числе один благовещенец. Численность другого вредного насекомого, 28-точечной божьей коровки, в этом году, напротив, будет ниже, чем обычно. Этому поспособствовала малоснежная зима. Сказалось, небольшое количество осадков и на качестве почвы. Впрочем, у опытных садоводов и в таких условиях урожай будет что надо. В гости к одному из них попала наша съемочная группа. В жаркий день, если туда засунуть руку, чувствуется прямо жар. Как будто у тебя рука оказалась в Таиланде. Огородные тропики опытный аграрий Павел Жирнов сооружает из обычной пленки. Под таким покрывалом свежие стрелы лука-батуна появятся на столе максимум через две недели. Главное, чтобы все было герметично. А вот на грядках проникновение воздуха наоборот приветствуется. Поэтому, как только с земли сошел последний снег, огородник берется за барану. Во-первых, закрываю, так сказать, влагу. Специальный такой термин есть агрономический. То есть не даю влаге испаряться бесцельно. Во-вторых, разбиваю комочки, которые будут мешать при посеве. А в-третьих, выравниваю грядку. Кстати, в нашей области землю лучше пахать с осени. Тогда весной получится быстрее зайти на грядки и дождаться урожая. А чтобы он радовал не только овощами, но и ягодами, нужно поторопиться. Открываем рано деревья. Почки еще не открыты, и они откроются тогда, когда им нужно будет. Когда будет на улице достаточная температура. Если же растения передержать в укрытии, то почки могут распуститься раньше срока. И ягод от черноплодки или смородины тогда не дождаться. Благо, на даче у Павла кустарники еще спят. А вот иные обитатели уже проснулись. Червячок уже первый. Живой такой, веселый. А чтобы почва была комфортной не только для червей, но и для растений, огородникам лучше позаботиться об этом заранее. Все растительные остатки, которые вы сейчас будете выбирать на своем участке, нужно обязательно компостировать. То есть, складывать в специальную компостную кучу, потом в течение лета увлажнять ее периодически и использовать это в качестве органического удобрения. Это не только повысит урожайность, но и станет альтернативой сжиганию травы. Тем более, что сейчас в области начался пожароопасный период, и любые игры с огнем преследуются по закону. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город». В пятницу благовещенцы встретят автопробег «Звезда нашей Великой Победы». Сегодня его участники стартовали сразу из пяти точек страны – Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента и острова Русский. Маршрут колонн пройдет через 100 городов – не только России, но и Белоруссии, и Китая. В каждом населенном пункте участники проекта передадут местным патриотическим организациям копию «Знамени Победы» размером около 200 квадратных метров. Путешествие займет около месяца. Планируется, что в Благовещенске участники автомарша окажутся вечером 8 апреля, а 9-го состоится торжественная церемония передачи при Амуре «Знамени Победы». В этот же день участники отправятся в соседний город Хэйхэ. Завершится автопробег 6 мая на Поклонной горе. Актеры театральной студии «Этюд» получили диплом лауреата первой степени на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества. Он прошел в Санкт-Петербурге в 19-й раз. Лучшим в номинации «Драматический театр» жюри фестиваля признала спектакль «Этюдовцев» «Мы в апреле 45-го». За игру в этом же спектакле актер Саша Булучев получил спецприз жюри диплом за искреннее исполнение роли. Кроме того, две юных актрисы театральной студии Диана Серебрякова и Елизавета Елфимова завоевали дипломы второй и третьей степени. За чтение стихов в номинации «Театральное творчество. Художественное слово. Соло». Вернуться в Благовещенск победители 9 апреля. Возвать к совести горожан с помощью видеоролика или плаката предлагают организаторы конкурса социальной рекламы «Отражение-2016». По многочисленным просьбам благовещенцы в прием заявок продлили до 8 апреля. На участие уже заявилось около 70 человек. Практически в два раза больше, чем в прошлом году. Затронуть общественность за живое предложили в нескольких номинациях. Социальный видеоролик, короткометражный фильм, интернет-проект и социальный плакат. В самом, конечно, большом массовом количестве у нас принимают участие по направлению социальный плакат, потом идет у нас социальный видеоролик. По тематике к юбилею города очень много у нас заявок поступило. Также у нас очень немаловажное направление – это здоровый образ жизни, семейные традиции. Заявки принимают до 8 апреля в отделе по делам молодежи администрации города по адресу улица Ленина, 97 или по электронной почте с пометкой «Конкурс отражения». Озаботились отражением и герои нашего следующего сюжета. Правда, не рекламным, собственным. Худеть к лету дамы решили лежа на диване. Оказывается, это вполне реально, если предварительно хорошенько попотеть. На тренировке поход «Айрон» – новому для Благовещенска спортивному направлению. В чем его секрет, расскажет Юлия Мишурнова. Не обжечься, а горячее железо – по английски «Hot Iron» – можно только хорошенько, разогрев собственное тело. Разминка – обязательная часть силовой тренировки. Ее программу разрабатывали специалисты Дюссельдорфского медицинского университета. Желающие преподавать ее должны проходить ежегодные лицензирования. В нашем городе такое право имеют лишь два клуба. Раз, два, три. Регламентируется разработчиками даже музыка. Она должна меняться каждые три месяца. Как и упражнения. Анжелика пока занимается по программе для новичков «Hot Iron 1». Хотя в зал ходит уже около двух лет. Говорит, эта программа кардинально отличается от других. Даже то, что ходишь каждый день на тренировки в течение двух лет, все равно после каждой тренировки ты чувствуешь на следующий день свое тело. После «Hot Iron 1» у меня был вообще стресс в организме. У меня болело все, от макушки до пяток. Вот только желающим похудеть такой стресс на пользу. После силовых тренировок снижение веса отмечают даже те, у кого лишние килограммы ни в какую не хотели сдаваться. За месяц можно скинуть смело от трех до пяти до шести килограмм. При этом уменьшиться в объемах, сжечь именно жировую прослойку. Но здесь единственная разница, в отличие от других тренировок, мы сжигаем не во время тренировки, это силовой фитнес. Здесь мы во время тренировки максимум 10-20 калорий, а как раз таки начинается мышечное восстановление, и после этой тренировки идет до тысячи калорий. И что самое приятное, перекус после занятий «Hot Iron» необходим. Кусочек рыбы или курицы поможет организму найти силы для процесса восстановления, чтобы тело радовало не только стройностью, но и рельефом. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город». Стога, сено, лошади и казаки. О жизни на Дону рассказывают полотна благовещенского автора, заслуженного художника России Сергея Попова. Экспозиция, вместившая более шести десятков картин, открылась в Кровеческом музее в канун 60-летия художника. Автопортреты, портреты, пейзажи и графика. Все работы выполнены в разных техниках. Однако объединяет их одна общая тема – это жизнь казачества. На полотнах деревенский быт, дети и жены казаков. Их трепетная вера в Бога. При создании картин автор много работал с архивными материалами. Ярко видно это в цикле, посвященном первому сплаву казаков на Нижний Амур. Впрочем, большую часть творчества занимают все же личные воспоминания художника. Автор в основном работает в историческом жанре, описывая жизнь казаков. Так как он является донским казаком, он родился и вырос на Дону. Выставка «Живопись» – это признание в любви автора к малой родине, к своей и к людям, с которыми он живет. Творчество Сергея Попова все желающие могут изучить в ближайшие две недели. Выставка будет работать до 20 апреля. А после картины останутся в фондах музея. Художник решил все до одной подарить хранилищу истории. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, с новостями города вы можете знакомиться на сайте tv-город.рф. В редакцию новостей звоните по телефону 52-42-02. Приятного вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова